Рекомендую вам новое общественное движение, которое называется просто и коротко, Свет. Его участники предлагают перезагрузить современное общество и государственную машину в соответствии с психологией человека и используя последние достижения научно-технического прогресса, а также соционики. Свет побеждает, ну а мы начинаем. И всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blacks Infinity, и сегодня мы с вами поговорим про кинопремьера этой недели. Давайте начнем с мультика «В поисках Дори». Ну что же я могу сказать про фильм «В поисках Дори». В принципе, это хороший анимационный фильм студии Pixar и, наверное, один из лучших сиквелов, кроме «Истории игрушек», так как «Истории игрушек» все-таки именно франшизная часть, и сказать, что сиквел ей был не нужен, ну как бы нельзя так сказать. Но вот фильм, о котором сиквел действительно не нужен был, а такие как «Тачки 2» или, например, «Университет монстров», это, конечно, «Промахи» студии Pixar. Но в этот раз в «В поисках Дори» сказать, что мультик тоже не нужный, очень спорно. Потому что по своему концепту он действительно сильно повторяет первую часть фильма. В фильме происходит абсолютно все то же самое, и в фильме происходит абсолютно все то же самое, что и в «Тачках 2». На главную роль теперь ставится второстепенный комичный персонаж. Как это было в «Тачках 2», где поставили Метро вместо «Молнию Маквин». Как это было в «Миньонах», где вместо нашего любимого Грю поставили каких-то миньонов, которые смешили только в определенных моментах, но весь фильм этим не занять. Здесь, конечно же, Дори была намного лучше и миньонов, и Метро, но все же ей не хватало харизмы, ей не хватало отдельной истории, и вся история с ее родителями слишком выведена из пальца. Она слишком абсурдна, это очень странно смотрится, и, не знаю, детям, конечно, понравится. Но лично мне этот фильм не шедевр. Он может рассмешить в некоторых моментах. Он покажется тебе красивым. В некоторых моментах и есть хорошая драма. Он понастральгирует на старых персонажах. Ты вспомнишь и узнаешь, что произошло с персонажами спустя год для их времени, и спустя 16 лет, да, примерно, по нашему времени, или сколько там, 13. Я этот, не силен. Когда там вышло «В поисках Тори», «В поисках Немо», я не помню уже. Но «В поисках Немо» действительно шедевр. С законченным сюжетом, с закрытой концовкой, с определенной мыслью, как «В поисках Тори» несет все то же самое, но играется по-другому. Лично я не знаю как, но мне фильм понравился. То есть, мне абсолютно фильм понравился, и если говорить объективно, а я тут говорю объективно, потому что в my opinion я всегда ставлю оценки объективно. Вот кинокартинам, которые я не могу поставить оценки объективно, это фильмы DC, фильмы Marvel и фильмы по «Звездным войнам». Поэтому им я оценку в своих видео не ставлю. И не смотрите на мои оценки этим фильмам на кинопоиске. Они точно завышены от их реальной оценки, потому что я, собственно говоря, фанат. Но здесь я, ну, объективно могу поставить 8 из 10. Это самый сильный сиквел Pixar после истории игрушек. И посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас у студии Pixar намечены только сиквелы. И лишь один оригинальный проект — это «Коко». Эй, кто-нибудь! Эй, ты! Здрасте, я Дори. Я Хэнк. Я должна найти родителей. У меня нет карты экспозиции. Карта? Ну, конечно, отведешь меня к карте, и я пойму, где родители. Точно. Ну что ж, ребят, и второй фильм, который оказался прорывом в области хоррора за последние несколько лет — это «Заклятие 2» Джеймса Вана. Что же я могу сказать? «Заклятие 2» приятно удивило. Первая часть была интересной, была атмосферной, но чего-то ей не хватало. Ей не хватало хоррорной части. Ей действительно этого не хватало, и особо пугаться в фильме ты не будешь. Ты почувствуешь, что фильм страшный, но испугаться — нет. Там не было почти что скримеров, не было какой-то атмосферности. Ну, как бы, атмосферность была, но именно насущий на такой страх, и что тебя будет дальше преследовать после фильма — это не было. И демона, собственно говоря, страшного там тоже не было. Я ждал от «Заклятия 2» полный провал. Я ждал, как и обычно от хорроров, что сиквел получится хуже оригинала. Но меня приятно удивило, ведь сиквел получился лучше. Дело в том, что в этот раз они использовали все то, что было интересно в первой части. Интересных персонажей в исполнении Веры. Фармиги и нашего Патрика Уилсона. Они замечательные, как супруги Лорей, как там их звали, не помню. Короче, ну, они круто, круто отыграли. Их персонажи очень колоритные, очень круто они играют. Мне Вера Фармига очень понравилась снова в этом фильме. В первой части она тоже тащила, здесь тоже тащит. И все плюсы из первой картины были перенесены, но для сиквела это недостаточно. И Джеймс Ван решил поступить по-другому. Он создал несколько сюжетных веток. И благодаря этим сюжетным веткам сделал неожиданный сюжетный поворот. Сделал твист в хоррор-кино. Твист в хоррор-кино, который я не смог предугадать. Я не думал, что так будет. Меня запутали. Меня действительно запутали. И демон, который за всем это постоял, на самом деле страшный. Он вызывает страх. В фильме есть и скримеры, и хорроры. И вроде бы фильм, не знаю, более такой закрытый. Ну, то есть дом находится в Лондоне, а не где-то за гноде. Все равно это смотрится намного страшнее. Это смотрится намного круче. И это очень, не знаю, ну, просто вызвало у меня какой-то восторг. Я действительно... Я, конечно, не испугался на фильме. Но мои друзья испугались. Потому что я хорроров не боюсь. У меня очень закаленные нервы. Я действительно... Ну, но я почувствовал эту атмосферу. Я почувствовал, что действительно обычного зрителя можно запугать этим. Я почувствовал, что потом обычный зритель будет бояться дальше главного демона. Что он будет всплывать в образах. Потому что его нельзя забыть. Этот фильм нельзя будет забыть. Он очень крутой. Очень сюжетно построен. Персонажи колоритно. А история развивается очень круто. И главное то, что хронометраж подобран очень правильно. Или коротко, или недолго. Два часа, одиннадцать минут. Все как надо. Мне понравилось. Мне очень зашло. Сказать, что на десятку... Я не знаю. Ни одному хоррору я не могу поставить десятку. Потому что ни один хоррор меня не напугал. Понимаете? Вот тут девятка. Девятку. Вот девятку я могу поставить. Девятка заслуженная. Если первой части я дал восемь, то тут абсолютно девять. Мне просто... Я не знаю. Мне так понравилось. Хоррор. Мне хорроры в последнее время одно дерьмо. И сейчас выходит достойный хоррор. И потом выйдет еще хоррор и гаснет свет. От знаменитого короткометражника, который есть в ютубе. Я на него подписан. Ему дали свободу воли. И он снял фильм по самой своей знаменитой короткометражке. A Lights Out. Которое в российском... Ну, в российском названии называется Игаснет свет. Я советую вам тоже сходить на этот фильм. И поддержать Warner Bros. Потому что... Ну, просто круто. Джеймс Ван. Он создатель Пилы. Создатель Астрала. Создатель Мертвой Тишины. Заклятие. Будет режиссировать Аквамена. Жду Аквамена. Страшного. И это очень мне нравится. Я просто... Джеймс Ван. Вот он один из лучших хоррора. И доказывает это. Хоррор-создатели. Один из лучших. И доказывает это. Они вместе со Скоттом Дерриксом... Красавчики. Красавчики просто. Мне они нравятся. И они снимают два фильма по комиксам. И эти два фильма должны быть... Несколько элементами хорроров. А Аквамен это может сделать. Аквамен имеет арки, где действительно страшно. Имеет. Поэтому я жду. Джеймс Ван. Спасибо тебе за Заклятие 2. Спасибо за отлично проведенный хоррор. Давно такого не было. И... Блин. И гаснет свет. Даже не знаю, будет ли на уровне. Или может говно там получиться. Но Заклятие 2 удивило. И надеюсь, что... Скоро мы увидим такой же хоррор. Скоро. А не будем ждать снова. Несколько лет. Если мы продолжим... Остань нас в покое! Ты умрешь. Ну что же, ребята. С вами я, Blacks Infinity. Рассказывал вам про два фильма. Надеюсь, вам понравился такой обзор. Все. Всем дальше пока. Берегите себя. Подписывайтесь на группу. Подписывайтесь на этот канал. Если здесь впервые. Ставьте лайки. И оставляйте свои комментарии. Всем пока.